Я мечтаю, чтобы... Ну, вообще, вся золотая середина, она всегда приветствуется. Конечно же, что вот прям семимильными шагами Россия скакнет в какое-то, не знаю, китайское великое будущее или, не знаю, или даже сегодняшнее американское, конечно же, это утопия. Хотелось бы золотой середины, чтобы как-то подтянуть. В то же время, я понимаю, что Россия взяла на себя слишком многое. Она взяла слишком многое, в том числе и присоединенной территории Крым, и, в общем, конфронтацию в том числе и с Америкой, очень сложные отношения с Китаем, плюс, как бы, с образованием всяких, не знаю, там, ну, стран нашего, Тихоокеанского региона. В то же самое время мы платим огромные-огромные совершенно деньги на то, чтобы просто участвовать, не знаю, там, в Международном валютном фонде, не знаю, там, в Совете Безопасности ООН и так далее. Вы понимаете, что Россия тащит на себе такое количество просто бремени, обязательств, даже нужных-ненужных, и я боюсь, чтобы как бы она не надорвалась. Мой прогноз такой, что мы можем жить хуже, можем быть качественно хуже, может быть какой-то, действительно, какой-то колоссальный обвал. То, что у кого-то есть розовые очки или золотые очки, через которые они смотрят на сегодняшнюю ситуацию, я скажу вам, извините, вы ошибаетесь, мы будем жить хуже. У нас инфляция скачет, мы, да, мы тормозим кое-что, мы выливаем, мы в то же время пытаемся найти новых партнеров, но я считаю, что, конечно же, повышение пенсии, индексация и так далее, не знаю, все что угодно, это не может быть бездонной, в России не бездонная корова. Корову нам может дать максимум ведро молока, но она не может давать под 20 ведер молока. Сейчас наша Россия, экономика России, вообще просто наше самопонимание, самоощущение себя, мы мечемся между Западом и Востоком, между Азией и в то же время заглядываем, не знаю, чуть ли в Антарктиду, но это, я считаю, такая некоторая экономическая агония. Считаю, что мы будем жить хуже, гораздо хуже.